И снова всех я приветствую! В общем, давайте от сказаний отходить, у нас есть Гиэс, для того, чтобы продолжить разговор. В общем, дело в чем? Во-первых, Япония повернута полностью на Алисе, которая в стране чудес, в Зазеркалье и так далее. Ничего за чистую монету принимать нельзя. Во-вторых, вот вам пример есть Гиэсовской анимешке, по которой вы можете решить, что Шицу – это чеширский кот ни разу в жизни. Естественно, она не чеширский кот, и она вообще про это ничего не знает. Это Лелуш прочитала своей сестре сказку, она заснула, и ей приснилась рекорднейшая просто упоротость со всеми действующими лицами и ею в главной роли. То есть это никем не придумано, это просто откровенно ее сон. Оформленный в аниме, который, слава богу, хотя бы не входит в Гиэсовский канон. Я посмотрела их роллаут таймлайн, слава богу. Поэтому, как бы, просто научитесь отличать, где. Где что? Зачем и ради чего? Гиэс – очень тяжелая, мрачная вещь. Полюбилась она у нас в России за очень долгую вступительную часть, которая похожа на политический боевик, просто в принципе, как бы на нормальный. То, что там началось и развивалось дальше, никому у нас не надо, и вы можете почитать гневные отзывы на фильм, на Акиты и так далее. То есть не совсем не за этим у нас большинство фанатов полюбило Гиэс, но это Япония. Поэтому вот с этим вот Наналиин Вандерленд вы тоже столкнетесь. Кадры отсюда увидите, и надо понимать все правильно. Где персонажи валяют дурака, а где вам просто показан чей-то бред, чей-то сон или чьи-то мечты. Япония уже давно, в принципе, в возрастном рейтинге того, что мы здесь читаем, не снимает и не рисует ничего нормального и реального. У нас будет по части Гиэса сейчас в игре библиотека Фимбульветр, где время вообще не идет, сразу всех настраиваться прошу на это. То есть там будет, ну, очень крутая версия Акаши. Если сказания над этим делом еще очень сильно стебутся, здесь есть шанс получить дело по-серьезному. Вот. И не нужна мне тысяча лет ваша Шион, у меня есть Ши Цу. И понятно там однозначно, что у Шион совершенно не тот характер будет, когда она заявится во франшизу на первый же фестиваль или куда-нибудь еще, потому что это, ну, просто, ну, у нее роль там быть девкой, протагонистой, мечтой. Как бы все. То есть я не знаю, почему я должна вот эти вещи объяснять сейчас на своем канале. Вообще, зачем я это сейчас на русском делаю? Наверное, потому что сейчас сюда придет толпа людей, которые вообще не поняла Гиас и захочут узнать, что было дальше. Придется читать опять продолжение того, о чем они не подозревали. Кому-то зайдет, кому-то вынесет мозг до основания. Поэтому, как бы, лучше я предупрежу. Канал, наверное, придется мне закрывать под 18+, потому что, господи. Скарлетт Нексус, это ЦРД. ГЕС, это тоже взрослота. В общем, зажимают со всех сторон. А Юрия, я скажу вам честно, господа мои хорошие, у них один год выхода. Вот перекрасьте шесту волосы и получите вы вашу Юрия. И не надо думать, что Япония этого не видит. Потому что они с Весперией одногодки, и Весперия является пародией еще и на это. Только очень жесткой. Здесь ведьма, которая была человеком, а в Весперии настоящий дьявол. Где и фигура, и душа. Ну, ладно. Не будем сейчас об этом. Это все звучало неубедительно, но сейчас уже, я надеюсь... Кто попробовал почитать про что Скарлетт Нексус... И вообще этот астерийский кросс, тот все понял. Я глубоко в это дело не лезу, я сама иду по краю. Так что всем удачи! На канале будет сейчас очень весело. Потому что, да, у нас есть взрослое поколение анимешников, которые все еще любят аниме, но она просто понятия не имеет, с чего прется Япония, и как, и под каким градусом. А у меня канал такой. Что поделать? Здесь не только мифология нужна и реальные знания, но еще и отличать реально выдумку и чьи-то бредни от... Реала. Не смешивать сны с действительностью. И разница взрослого подхода от подростковых аниме в том, что вам никто во взрослом аниме не подпишет, где. Правда, где вымысел. Вы должны это все понимать сами. Чтобы не попадать. Вот так попадают люди. И живут вполне счастливо, пока с Японией что-нибудь не просочится. И можно, конечно, обзывать тех, кто умеет читать людьми с синдромом СПГС, ну, поиска глубокого смысла в аниме. А на самом деле мы просто умеем читать. И знаем лор. Давайте ждать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА